Дмитрий Шахтер из Донецка. В Сочи уже два месяца. Все это время работу искал по объявлениям, но безуспешно. Отмечает, трудоустроиться на курорте можно, вот только начинать нужно с оформления документов. Уверен, поход на ярмарку вакансий, организованную специально для его земляков, будет продуктивным. К тому же на все интересующие его вопросы только сегодня на бирже труда готовы ответить специалисты иммиграционной службы. Сейчас бы лишь за что-то зацепиться, а там уже будем дальше искать, что-то может сначала с одного начнем, потом что-то с другого. Самое главное же не стоять на месте, правильно? Это первая ярмарка, которая вот с людьми из Украины, вот принимает людей из Украины. Ну чуть-чуть бы было бы попроще, если бы вот как бы законодательство чуть-чуть сделали бы попроще. Вопросы к сотрудникам УФМС у 70% пришедших на ярмарку вакансий. Многие не знают, где можно получить разрешение на работу, как оформить статус беженца или получить вид на жительство. Но все же главная задача посетителей ярмарки – трудоустройство. У многих из них просто нет средств к существованию. Сегодня присутствуют работодатели, которые имеют возможность трудоустроить граждан Украины на вакантные рабочие места в городе Сочи. Работодатели разных отраслей, начиная от медицины, заканчивая строительными организациями, вакансии также разнообразны. Ярмарки такие проводятся для трудоустройства граждан, нуждающихся в этом. Соответственно, поддержать не только морально, но и материально. И тем самым заполнить потребность работодателей в рабочей силе. Подобные ярмарки вакансий биржа труда планирует проводить ежемесячно. Завтра такое же мероприятие состоится в Адлере. Работа нужна многим. По результатам прошлой ярмарки трудоустроиться удалось 41 жителю Украины. На сегодняшний день в Сочи чуть более 3000 вынужденных переселенцев. Инга Габешия, Борис Усин, телекомпания ЭТКТ.